В Семее состоялся восьмой по счету международный фестиваль русского искусства «Приртышские напевы». По своему географическому размаху он стал одним из самых масштабных, собрав творческие коллективы из 17 городов Казахстана и России. На праздники побывал и наш корреспондент Сауля Байгалиева. 24 сентября в рамках традиционного фестиваля русской культуры в Семее открылась новая экспозиция народного творчества. Здесь и изделия из керамики, бисера и традиционная живопись, модный нынче авангард. Объединяет все 40 мастеров, принявших участие в выставке, одна заданная тема – народные мотивы. Впервые за 8 лет истории фестиваля представлены два новых вида работ. Коллинг – изделия из бумаги и произведения, выполненные из так называемой изонити. В числе конкурсантов – как профессионалы, так и любители. Здесь, я говорю, есть люди и с профессиональным образованием, но надо отдать им должное, что они, как говорится, не пренебрегают выставками вот такого уровня. Все-таки эта выставка рассчитана на народное искусство, но они постоянно радуют нас. Главные мероприятия по случаю фестиваля русской культуры развернулись в Театре имени Абая. В течение двух дней на сцене выступили более полутора тысяч человек. Только из российского города Кимерова приехали три творческих коллектива. Причем один из них – академический хор местного университета культуры и искусств. То есть многие участники уже выходят именно на профессиональный уровень. Фестиваль собрал очень сильные творческие коллективы, очень сильные. Как казахстанские, так и российские. Мне очень понравились ребятишки. Я бы с удовольствием взял бы их на свой концерт на любом уровне, на любом. Вот вплоть до Москвы. Организаторы отмечают, что фестиваль с каждым годом молодеет. Все чаще на сцену выходят дети и молодежь, и к ним особое внимание. В частности, со стороны зрителей. По сравнению с прошлым годом, нынешний фестиваль отличился также и бюджетом, что позволило награждать лауреатов ощутимыми премиями. Говоря об итогах, организаторы подчеркивают, что фестиваль позволил не только продемонстрировать вокальное, инструментальное, хореографическое мастерство исполнителей, но и выявить талантливых композиторов при Иртышье, а также установить планку, которую должен, как минимум, поддержать следующий фестиваль.